все большой привет дорогие мои зрители и сегодня у нас будет видео просто ни о чем совершенно у нас дико жарко думаю хожу в купальнике на самом деле видео достаточно забавное наверное серии какой же треш я когда-то купила или на что уходят наши деньги ну и так далее общем анализ было полезно это или нет короче у нас дома вот такие вот ящики есть у нас там кому-то вот таких ящиков штук 8 наверно я в них складываю по каким-то категориям и потом периодически смотрю и думаю зачем я это купила вот и сегодня я хочу с вами вместе посмотреть что у меня есть что хранится в моих ящиках и и сделаем так сказать тестовый вывод полезно это было или нет точнее тестовый вывод а итоговый вывод я с вами поделюсь было это полезно или нет если вам интересно то оставайтесь вместе со мной итак первое что мне попадается на глаза это вот эта штука самом деле это чувствовать волосы чесать голову да то есть можно так вот сидеть и короче короче чесать итак какой вывод стоила на самом деле дешевка где-то на 150 рублей но суть не в этом должна на 100 рублей на самом деле это приятно у нее короче есть такие шарики они все крутятся все короче как надо выглядит она тоже достаточно так обаятельно и мило в чем минус то есть ей даже мне казалось может там как то ну для спинки она на самом деле достаточно такая слабенькая в чем минус да вещь классная просто шикардосовая единственный минус что мне так лень за ней идти когда мне хочется почесать голову то есть я реально чешу пальцами ногтями то есть не знаю интенсивность настраиваю руками но специальный агрегат для этого иметь как-то прям ну чё-то короче не моё оказалось деньги на ветер сто процентов чисто такая блажь и от нечего делать может быть но честно говоря она достаточно мягкая мне вот эти щипцы достаточно мягкие то есть они не прочесывают ни голову никакого удовольствия следующее что не попадаются под руки это салфетки у меня такой был набор причем это не обычные салфетки а нет это по-моему не для техники это именно просто важные салфетки так я вернулась я нашла у меня такие две упаковки было их было вообще три и вообще как бы претензий нету салфетки вещь полезная влажная то есть всегда пригодится но я реально про них забыла общем они лежат у меня уже года два-три у меня был похожий набор для техники то есть влажные салфетки для техники я их быстро израсходовала а эти как-то остались в общем не задействованными и знаете как обычно бывает купил типа очень важно а потом про них просто забываешь и общем она уже лежит года два мне кажется они внутри уже просто высохли и в общем нет никуда я их не применила не в сумку не в машине нигде хотя когда надо их нету да когда не надо оказывается их дома целых две пачки и новые в общем да даже не знаю что следующее взять штатив на самом деле это мега крутой был статив он был такой очень маленький и служил мне достаточно полезную службу в моем чистом городе когда я периодически собираю мусор и я иногда себя записывала на камеру аля моя проповедь была вот я не знаю такая внегласная проповедь все кайф но у него сломалась верхняя штучка короче вот этот вот штифт и к нему теперь не прикрутишь селфи палку у меня вот такая селфи палка и вот эта вот штука да которая крепится на штатив тут она отломалась и она я уже никак получается не приделаешь сюда телефон он был реально очень удобный что он маленький то есть я его с собой просто брала в сумку у меня всегда лежал в сумке то есть в сравнении да ну как бы он реально почти в пол раза меньше вот он выигрывал весом и размером он влазил в любую мою сумку и я когда кто в общем смотрел мои какие-то странные видео по сбору мусора обычно это все ставилось на какой-то такой вот штатив маленький до телефон просто и я вот так вот снимала себя там на две минуты нравился но очень быстро пришел в негодность но он стоил буквально 100 рублей поэтому может быть и пришел в негодность но очень как бы был класс да то есть претензий 0 просто вот то что он тут поломаться если как-то наверно но если уже приклеить да то уже он в размере будет вот такой и уже не в каждую мою сумку влезет плюс был именно в том что откручивалась да и можно было его не больше ладошки штатив такой да в общем лежит сейчас на пенсии но не выбрасываю потому что очень хорошие воспоминания о нем это было реально хорошая покупка не долговечная но хорошая дело он свое отслужил и так здесь еще на самом деле не понятно почему но целая гора общем таких зарядок правило это все шло в комплекте в комплекте с техникой да то есть она как-то и жить в общем так много нам не надо но лежит бог с ним так для гитары боже сколько много какой-то мелкого хлама самом деле это очень крутая вещь для гитары настраивать не знаю как это тональность то есть она тут вот это вот дори ми фасори си до она короче у меня со слухом проблемы поэтому мне нужна такая штука кстати раньше я не знала что такие есть когда у меня не было гитары да я как бы люблю иногда побрончать просто знаете такое воспоминание из детства там три аккорда я всего знаю и вот для души их игра вот и я сама не умела настраивать гитару то есть у меня проблема вот этим вот удора и ми фасори си до она компенсирует вот она реально помогает то есть это такая штучка который нацепил на гриф и раз в месяц ее проверять как звучание гитары с помощью нее это реально было полезная покупка так что еще что еще у меня тут есть начнем вот так шнур это шнур вообще со шнурами честно говоря вообще с техникой огромная трабл что купила но некачественная там надо новый покупать старый девать не знаешь куда и в итоге у нас целое кладбище какой-то непонятной техники которая потенциально должна была быть полезной но из-за качества она проигрывает допустим вот такой вот у меня был провод это обычный 35 наушники и и но в общем это удлинитель не за фокусируется общем не камера нет вот да это обычный был удлинитель для микрофона так как я блогер ну иногда да иногда я записывала в общем с микрофона короче мне хотелось как-то удлинить чтобы это было все более удобно он по моему метр или два в общем претензий нет претензий нет просто очень много шумов от него он как бы дешевый понятное дело но у меня допустим есть микрофон который ну естественно тут как бы в технике цена качество да то есть чем дороже тема но понятное дело будет качественнее поэтому как бы в технике такая закономерность есть в общем купили дешевый 20 раз пожалею не не служит ничем пользуюсь коротким которые более дорогой более качестве следующее чем не есть зарядка от часов часы которые умные часы которые в общем измеряют там и не знаю сколько я ходила сколько я спала там у них есть будильник и не знаю честно где они на руке нету вот но это от них зарядка тоже на самом деле вещь полезная но это вот чисто было повеселиться то есть самое удобное что в этих часах есть умные часы мне лично это был будильник потому что ты настраиваешь будильник и они как бы в это время вибрируют и если с вами кто-то еще спит рядом он не просыпается то есть часы вибрируют у вас на руке и это реально крутой способ чтобы проснуться вам не будя всех вокруг вот это как бы единственная самая вот такая незаменимая была функция иногда я это реально использую вот во всем остальном это мне кажется блажь и я в основном использую обычные наручные часы если иду куда-нибудь на улицу у меня они как-то удобнее комфортнее не знаю а электронные вот эти вот умные часы я не знаю не бег не сон а когда она начинает у меня на руке типа слишком много сидишь ты слишком много сидишь меня это начинает раздражать и я их снимаю так боже мой смотрите что у меня есть я вообще такой человек знаете который может пользоваться сто лет одним и тем же вещью и пока она реально не придет в негодность я ее не выкину у меня было два таких вот телефона которые обычные из прошлого века наверное но они из этого века окей один у меня был такой прям современный из флешкарта из камерой и nokia я его оставила в россии я реально когда последний раз туда ездила я жила у отца я его там забыла вот это было конечно честно говоря для меня печально и трагично потому что я живу в турции а в таких телефонах у меня стоит русская сим-карта там для банков для банков ну и для всех моих платежных систем то есть там везде где то есть допустим для пайпл то есть везде где нужно русская сим-карта русский номер короче у меня здесь сим-карта и этот телефон вообще без ничего без камеры он у меня еще это вообще даже был по моему не мой телефон я бы просто себе так сказать прикарманила да говоришь на таким в общем занятием да ему в общем уже лет десять наверное если не больше да ну в общем он у меня до сих пор лежит и сейчас он мне как никогда пригодился именно для русской сим-карты то есть просто сюда поставил он держит заряд около недели реально недели если им как бы не пользоваться он просто лежит и он реально держит батарейку очень долго он не геморройный в общем не напряжный и мне очень нравится в общем тоже классная покупка старые вещи не всегда плохие вещи я это прям для меня это гимн все что старое не всегда плохое вот поэтому я очень люблю историю какую-то да вот если вещь с историей я вообще буду до конца жизни тащить с собой так это привет из прошлого прямо с такого лютого прошлого боже сейчас наверное такого уже не а не 116 гигабайт короче да какие-то флешки млэшки я думаю такое наверное вообще у всех дома есть переходник к ней у всех есть которые там как-то с техникой связаны с камерой я хотела быть ну как бы у меня тяга к видео началась наверное лет с 18 я не знала тогда не про youtube ничего но как бы я помню даже мне на день рождения муж камеру мою первую подарил и это было какой то вообще я не помню какой год 2012 давненько было дело с тех пор я в общем начала обзаводиться ну до этого тоже но всякой техникой начала обзаводиться а первый наверное youtube канал я открыла в 2013 14 2014 я открыла свой первый youtube канал далее кабель от моего старого телефона у меня был самсунг который вообще был полностью такой кабель они постоянно ломались да сейчас у меня телефон другой и это зарядка к нему не подходит это как бы был такой комплект тоже микро юсби не знаю сейчас вообще что нибудь выпускают на микро юсби но в общем лежит как сказать в память облом это по моему кстати не помню да это нижняя часть моего штатива это было вот так вот так вот это было и сверху крепился телефон она отломалась и получается надежда во мне живет что когда-нибудь я это все дело починю но пока лежит так вот такая странная штука я даже не знаю откуда это от какой то наверное сумки и тоже лежит знаете из серии ну может быть точно когда-нибудь пригодится такая вот реально странная штука никакой функциональности в ней нет просто лежит мне нравится этот карабинчик так как я люблю шить думаю может быть где-нибудь когда-нибудь я ее приделаю целая гора вот таких вот ручек ну это честно говоря вообще такая история как домохозяина наверное кто на быту сидит они у нас постоянно вот тут вот отламывались не знаю почему в общем короче мы психанули купили целый набор из 5-6 ручек короче лежат про запас дело полезное но это из серии лучше есть да чем когда оно надо а его нет так зарядка к моему самсунгу 100 летней давности так так вот такая интересная штука ну это честно говоря покупала не я а камилу поэтому я так очень-очень-очень-очень знаю как бы ее применение но не пользуюсь это короче удаленно делать то ли удаленно а это была на селфи-палке точно да это даже значит я получается купила это у меня была селфи-палка и можно было вот эту штучку снять и удаленно короче делать фотки там ее как-то подсоединять по блютусу она у меня села батарейка в общем да это все что я хотела показать и так решайте сами полезно или у меня вещи или нет я делаю вывод что все-таки в большинстве своем это какая-то знаете история в общем замкнутого круга купил-выкинул-купил-выкинул-купил-выкинул большинство вещей конечно же как правило служит каким-то двигателем для развития особенно если это техника особенно если вы там занимаетесь это ваша профессиональная деятельность но со стороны очень порой забавно смотреть купил и чем реально мы пользуемся у меня там еще в общем 7 ящиков не знаю если это видео зайдет и как бы будет любопытно и интересно я потом сниму еще вообще наверное серии полезные и бесполезные вещи купленные в общем такой постфактум уже анализ все, всем спасибо за внимание спасибо что вы были со мной и всем пока 1 1 Продолжение следует...